Сегодня мы искренне и сердечно от всей души поздравляем вас, сотрудников и ветеранов УМВД России по городу Владивостоку, с профессиональным праздником. В Дальневосточной столице прошло торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со дня образования УМВД России по городу Владивостоку. Сегодняшний день знаковый, поскольку 40 лет со дня образования Управления Министерства внутренних дел по городу Владивостоку. Исторически важной датой для УМВД России по городу Владивостоку стало 11 мая 1981 года. Тогда начальник УВД Приморского края генерал-майор милиции Иван Федорович Шилов подписал приказ об организации Управления внутренних дел Владивостокского совета народных депутатов. Создание управления было продиктовано ростом числа жителей города, необходимостью усиления охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. С тех пор, как с 2011 года сформировались общественные советы при всех территориальных управлениях органов внутренних дел, нам довелось на себе испытать, а как же все-таки работает полиция с общественностью. И вот эти общественные советы и стали теми проводниками идеи, которые решали и адресно, и системно те задачи и те проблемы, которые стояли сегодня перед обществом. И зачастую именно этот труд и это внимание дает положительный эффект и реальный результат, который сегодня видят люди. В настоящее время УВД России по городу Владивостоку объединяет под своим началом 6 отделов полиции и 3 строевых подразделения, коллектив которых насчитывает более 2,5 тысяч сотрудников. За это время прошел немалый путь славный в наш личный состав, который насчитывает сейчас около 3 тысяч человек. Сейчас, в данное время, личный состав готов, порой рискуя жизнью, обеспечивать правопорядок в нашем родном славном городе. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с праздником, с 40-летием образования УВД по городу Владивосток. За 40 лет своего существования Управление внутренних дел Владивостока взрастило целое поколение сотрудников. Как бы ни менялись времена и настроения в обществе, задачи, стоящие перед управлением, остаются прежними – борьба с преступностью и охрана общественного порядка в городе. Екатерина Зверева, Олег Завялов. Новости на Восьмом.